Параллельно со строительством стадиона на Стрелке в Нижнем Новгороде подготавливаются и инженерные коммуникации. Готовность последних обсудили на очередном заседании комиссии по развитию города, строительству и архитектуре. Активно ведутся работы по устройству теплотрасс. Стоимость объекта 43,8 миллиона рублей. Начато строительство в 2015 году. На 31 декабря прошлого года основные строительно-монтажные работы были выполнены в полном объеме. Благоустройство выполнено в зимнем варианте, что позволяет нам теплотрассу до 1 апреля ввести в эксплуатацию. На сегодняшний день завершается оформление исполнительной документации. Мы ее до 1 апреля введем в эксплуатацию, тем самым обеспечим стадиону возможность подключения. Потребность теплоносителя у стадиона возникнет в сентябре месяце. Многие работы ведутся с опережением графика. Так, дождевую канализацию, очистные сооружения и насосную станцию планируют ввести в эксплуатацию уже 1 сентября. А вот систему водоснабжения построят уже в следующем году. В рамках реконструкции транспортной инфраструктуры города к чемпионату мира 2018 года идут работы по прокладке метрополитена. Готовность объекта чуть больше 20%. Еще одна важная тема – возведение фоков в Нижнем Новгороде. Сейчас действуют три комплекса и еще два строятся. Фок в Московском районе готов на 98%. А вот комплекс в Приокском районе, вероятно, сдадут с задержкой. На сегодняшний день на объекте завершается работа по устройству фасадов. Внутри здания завершается работа по устройству инженерных сетей. Планируется в этом месяце осуществить пробный пуск тепла. Мы по газу все вопросы там решили. По контракту срок завершения работ он продлен судом до 20 апреля 2016 года. Реально прогнозирую, что подрядная организация, к сожалению, в этот срок не успеет его достроить. Но по состоянию объекта летом возможно завершение строительства. Тем не менее, оба физкультурно-здоровительных комплекса должны начать работать уже в этом году.